Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу вам о моем саде в августе. К сожалению, из-за огромного количества дел, какой-то нереальной загруженный у меня август, видео выходит только в конце августа, но, к счастью, я успела здесь прибраться, прополоть и скосить газон специально для вас, чтобы вам было приятнее смотреть. Потому что в этом году я, как вы знаете, разрываюсь на два участка. Ну, я не могу сказать, что я прямо разрываюсь, но все-таки нагрузка удвоилась, и мне порой бывает сложновато выкроить время, чтобы что-то сделать. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, для того, чтобы видео выходили вовремя, чтобы я видела, что вас эта тема интересует, потому что я заметила, в целом, просмотры очень сильно упали, и многие темы вам просто не интересны, оказывается. А ваши лайки и подписка показывают мне, в каком направлении двигаться. Так что будьте более активны, а я покажу вам свой сад в конце августа. И по старой традиции начнем осмотр сада сразу от входа. Вот так сейчас выглядит дорожка. Очень мало цветных пятен. Да, сейчас здесь пока что полностью засилье зеленого цвета. Но при этом все равно это не сплошное зеленое пятно, потому что оттенок листвы разный, фактура листьев разная, форма, размер. И, на мой взгляд, это выглядит довольно симпатично. Но уже совсем скоро здесь появится огромное розовое пятно, потому что перед вами сразу у входа астра осенняя, которая зацветет только осенью, очень-очень красивым ярко-розовым цветом. Мне она очень нравится. Нужно только немножко ее стянуть. Развалился кустик от дождей. Раньше здесь было пятно золотых шаров, но они уползли на другую сторону, вот сквозь топинамбур. Они немножечко там проглядывают эти золотые шары, но не создают здесь яркого пятна более. По плану у меня посадить вот на то место, в ту пустоту, которая освобождается после выкопки тюльпанов, наверное, я бузульник, и я туда посажу. Присматриваюсь к нему, по крайней мере. Мне кажется, он создает красивое пятнышко. Гармонично, плюс он выдерживает тень. С этой стороны также сейчас почти все зелененькое. Там у меня флокс новый, но он немножко упал. Но это временное явление, тоже нужно будет подвязать. И еще один новенький флокс, он еще пока что не цветет. По плану здесь должен был быть еще один флокс, но тоже не пережил эту зиму. Нужно будет просто добавить, подсадить. И два лилейничка. В прошлом году я их сюда пересадила, сортовые лилейнички. Как-то в прошлом году они не очень хорошо себя чувствовали. И в этом году тоже большого прироста они не дали. Поэтому, скорее всего, отсюда я их выкопаю. Сортовые, капризнее оказались, чем простые, вот самые видовые лилейники. Или даже немножечко уже сортовые, но такие простые, да, какие-то виды. Сорта старые, они совершенно неприхотливые. А вот эти не очень. Тут уже, к сожалению, тоже немножко отцвел флокс. Прошлогодние посадки. Просто некуда было посадить, воткнула в это место. И он красивый, высокий был, но уже отцвел. С этой стороны магония. Зеленеет, разрослась неимоверно. Просто уже ее начала я обрезать. Нужно будет еще вот это все обрезать. Это уже ее захват территории. Уже она пошла за рамки во все стороны расходиться. Ирисы. Не хватило мне времени пересадить их сразу после цветения. Вот только хватило времени прополоть, пообрезать. Они, конечно, уже не цветут. И место здесь неподходящее. И старенькие, поэтому цветения богатого нет. Нужно пересадить в Калиновку. Но нет времени. Помидоры начали созревать. Выставки начались. Поэтому, к сожалению, ах, ирисы, вы не в приоритете. Это очень красивый сорт, который я с помойки в лесу подобрала. Древовидные гортензии. Но какое именно, конечно же, я не знаю. Но это вот особо крупные такие шапки. Там вот беленькая еще цветет. Новое соцветие. Очень-очень большие соцветия. Мне нравится она безумно. В таком зеленом спокойном тоже цвете. Да, вот. Очень зеленая, спокойная получается клумбочка у меня здесь. Флокс беленький отцвел практически. Зацветает желтый гелениум. Сочетание мне как-то не очень. Изначально я хотела на этой клумбе розовые и белые цветы. А на этой клумбе желтые и розовые. Но что-то недавно я смотрела-смотрела на эти клумбы с другой видовой точки. И поняла, что это моя ошибка. Конечно, если в одно время будут свистеть, то нужно сделать эту клумбу продолжением этой клумбы. Чтобы они друг с другом сочетались и перетекали через дорожку одна в другую. Создать нужно мне теперь новая цель. Создать единую композицию. Ну и раз уже мы перешли на этот, то вот я показываю, что у меня получилось. Это получилось у меня за один сезон. Здесь еще совершенно все не доделано. Многие видео смотрят и не понимают, чем это я хвастаюсь, показываю свой сад. Но главная ваша ошибка в том, что вы думаете, что я хвастаюсь, показывая свой сад на самом деле совершенно. Нет, я показываю уже шестой год, как сад формируется, как он постепенно развивается, какие ошибки я совершаю, какие успехи у меня случаются. Я не профессиональный ландшафтный дизайнер, хотя я курсы закончила, они мне очень помогли, конечно. И дальше я как бы любитель. Я читаю, что-то смотрю фотографии, увлекаюсь этим делом. Но все-таки я не профессионал, во-первых. Во-вторых, это хобби. И у меня нет никаких сроков, по которым я должна создать свой сад, закрыть эту тему, сдать объект и все. Наслаждаться новым объектом. Нет, у меня единственные объекты, я им занимаюсь. Пока что за 6 лет наросло все эти деревья. Все здесь было абсолютно голое поле из сорняков. Теперь здесь уже кое-что вырисовывается. Только в этом году появился второй участок. И многие проблемы в связи с этим были решены, потому что стало больше места. Вот этот сад, вот этот участок у меня всего 3,5 сотки. И здесь мне нужно было разместить и сад, и огород. А так как теперь огород у меня будет весь там, потому что там гораздо лучше условия для выращивания овощей. Там у меня замечательные урожаи всего в этом году получаются. То вот я стала выделять такие большие куски. Вот этот миксбордер даже по моим прежним масштабам. Это огромный миксбордер, который я могу весь засадить растениями. Еще в прошлом году здесь стояла теплица, еще одна рядом, и росли помидоры. Поэтому растем, развиваемся и будем только хорошеть. Каждым годом, я уверена, здесь будет все еще лучше. Грядки. Все равно, конечно, вот грядки, они остались. Куда же без них? Они деревянные. Короба сделаны. Не так-то все просто изменить. И теперь, вот я думаю, уже даже на что на следующий год мне на эти грядки посадить. Все-таки, может быть, здесь будут расти цветы. А если огород, то уже фактически полностью декоративный. Потому что, как я уже сказала, условия здесь для выращивания нехорошие. Вот даже сейчас я из Калиновки пришла сюда. В Калиновке мне было совершенно тепло, комфортно. Здесь мне уже холодно. И в этом году я поражалась перепадом температур там и тут. Здесь мы мерзнем по-страшному вечером, когда солнце садится. Доходим до Калиновки, там совершенно комфортная температура. Поэтому у меня тут так плохо росли помидоры. А я подумала, что не так. И вторая большая проблема – это слизни и улитки. Но даже не слизни на самом деле, а улитки. Влажная очень почва, ручьи. И вот что они делают мне с моими растениями, которые они любят. То есть не все они жрут, конечно. Но капуста – это первая. Просто места живого не оставляют. Всех размеров улитки на капусте. Дальше – кабачки. Они даже кабачки и листья обгрызают у кабачков. Кто бы мог подумать, они такие колючие. Огурцы. Но самое для меня обидное – это, конечно же, сладкий перец. Они сжирают и листья, и выгрызают дырки в плодах. Перец после этого, конечно, больше не растет. Усыхает, отваливается. И никакого хорошего урожая от него ждать не приходится. Вот это напасть. Улитки оказались гораздо сложнее слизней. В то же самое время, посмотрите, улитки не едят капусту кейл. Кудрявую, вот такой вот редбор, гибрид. Они его не трогают. Стоит себе кучерявенький. Улитки у меня не едят бархатцы. Они немножко их подгрызают, но в целом проблемы не создают. Ну и, конечно, вы сейчас очень удивитесь, они не едят мангольд. Казалось бы, мангольд, капуста. Мангольд, он же нежнее гораздо. Да, немножко вот они там пытаются, чего-то дырки какие-то я вижу. Там сям немножечко подгрызли, но это не капуста, которая просто превратилась в решето. Вот. То есть очень сложные условия. Почва плохая и влажная. И с составом питательных элементов тоже плохим. И вредители злостные, которые довольно подвижные. И едят они все. То есть улитки это не капустная моль, да. То есть не только капусту они едят, а все. Поэтому все огородное царство переедет в Калиновку. Кстати, пишите, какие вот растения можно декоративно посадить на эти грядки следующим летом. Такие, которые не требуют ухода, потому что следующим летом я все-таки планирую ехать в Сибирь в гости к маме на 2 месяца. Или вот что-то такое типа бархатцев, которые посадил и забыл в прямом смысле слова. Вот эти вот бархатцы рассадкой небольшой я их высадила. И они растут, растут, растут совершенно неприхотливые. Вот пастернак тоже растет, самосевом зашел и растет, даже зацвел в этом году. Так, продолжим осмотр. Вы пишите в комментариях, лайк не забудьте сразу же поставить. Уж, коли решили написать комментарий. И подпишитесь на канал Аленянсад, потому что впереди очень много всего интересного. А позади сколько осталось. У меня очень много видео на канале. И они все замечательные, конечно же. Смотрите с удовольствием. Вот еще одна часть сада. Мне тоже нравится вот эта вот клумба небольшая. Но это будет переделано. Тоже вот большой-большой-большой куст. Это тоже та же самая астрос с розовыми цветами. Скоро здесь все раскрасится ярким цветом. И у нее есть близнец. Куст-близнец. Вот они два куста. Обрамляют вход к домику как бы. Это такая идея была изначально. С этой стороны заброшенный миксбортер, потому что там ручей как раз сзади за ним протекает. С сорняками было бороться уже не в моих силах. Это была сныть, вьюнок полевой. И каждый год я боролась-боролась. И проигрывала. И бросила растения. Но многие растения брошенные оказались вполне жизнестойкие. И переживают эти проблемы. Вот замечательно. А не сами, потому что почти сорняки. Вот, например, физостегия. Вот эти вот красивые свечечки. Это физостегия. Она сама расползается. И она красиво очень сейчас гармонирует. И с древовидной гортензией, которая там вот... Она похуже той выглядит, которую я уже показала. Там вот вьюнок на нее, конечно, напал. Вот он довольно сильно ее угнетает. И флоксы без сорта, не знаю какие. Ко мне попали тоже. Отделяла от них. Вот на те клумбы рассаживала. Здесь они остались. Корешки какие-то остаются в земле потеряшки. И тоже неплохо тебя чувствуют. Аспирея вот отцвела. Шнит-лук, очиток, манжетка. Вообще тоже, конечно, как сорняк растет без проблем. И сейчас я еще вам покажу, как естественным образом красиво сложилась такая клумбочка, можно сказать, у ручья. Но нужно туда вот пролезть сейчас под этот каркас. В ведрах уже фасоль фактически вся засохла. И ее съели улитки. Фасоль вот сейчас я даже вижу, свисает, объедает. Душистый горошек тоже отсвел, поэтому здесь пока что не очень красиво. Пойдемте туда, где красиво. Вот здесь я хотела показать. Правда, немножко вот сегодня был очень сильный ветер, и красота подпортилась, потому что вот та мята на заднем фоне, она завалилась. Еще вчера она стояла выше физостегии и еще одной мяты с другим уже типом цветения. И это было такое красивое сочетание. Солнце еще сюда светило. Думаю, ой, надо обязательно моим зрителям показать эту красоту, которая возникла сама собой. Конечно, когда-то сюда я посадила эту физостегию, а потом все это забросила. Как я уже сказала, бороться было невозможно. Но мята здесь, вот эта мята, она росла. Это мята, которая вдоль ручьев растет. Вид такой. Это ее естественное место обитания. Она себя тут чувствует великолепно. А с той стороны ручья там, я не знаю, у меня-то здесь уже это и росла, или соседка ее посадила. Там уже соседки, кстати, участок. Вот. Так вот случайно получилось такое красивое сочетание. Три яруса. Цветовая гамма одна. И форма у цветов тоже друг с другом сочетается. Очень здорово, естественно. Я вообще очень люблю естественные сады. Здесь остатки моего огорода в контейнерах. Очень хорошо себя лук-порей чувствует. Видите, как он растет. Только нужно поливать его хорошо. Капуста страдает от улиток. Вот они даже и сейчас они тут устроились. Вот здесь она от улиток страдает, а в Калиновке гусеницы, бабочки-капустницы. На нее напали. В общем, с капустой проблемы одни. Капуста декоративная. Неплохо здесь растет. Два сорта. Кейл, Кадет и Рэдбор. И Физалис. Я пересадила с самосев, с грядки сюда. Три растения. Выжило только одно. Два других были съедены улитками. И это одно очень быстро начало развиваться. Уже коробочки появились. Но уже конец августа, и навряд ли они успеют вот здесь вот созреть. Но прелесть огорода в контейнерах в том, что можно занести в теплицу. И еще там накрыть, и они будут долго развиваться. Все еще не цветет космея. Жду и дождусь, что там уже будет за цвет. Амарант уже отцвел. Засыхать начал, а космея все ждет чего-то. И здесь, в этом контейнере, в этом я уже собрала семена. Это был семенник Монгольда с желтыми черешками. Семена высохли, досушиваются. Здесь томатик пендулина оранжевая. Здесь у меня два кустика. Один такой послабее, другой посильнее. Вот фактически один кустик вот так вот раскинулся. Очень красивый томат. Пока что, видите, не болеет фитофторой. И даже созревает на кустике. Потому что здесь южная сторона, плюс ванна металлическая, и тепло, довольно тепло. Томату теплее, чем в каком-то другом месте. И здесь овсеница сиза, которую я из буквально одной семечки в этом году сеяла и посадила вот в контейнер. И как же за лето она выросла. Огромное, красивое растение. Очень легко выращивается из семян. Злак. Очень даже вам его рекомендую. Одним глазком покажу теплицу. Огурцы. Огурцы я уже устала собирать, честно говоря. И вот сейчас смотрю, опять куча этих огурцов, зеленцов, что просто караул. У меня уже столько банок насоленных огурцов. Я не знаю. И перец. Замечательный в этом году снова перец. Я уже туда не пойду вам его показывать до конца. Только воловье ухо в теплице плохо себя показал. В этой. Но это я что-то грешу на сам кустик. Не очень хороший был качеством, видимо. Поэтому такой. Но он как дал урожай. Но очень быстро созрел. Все плоды не набрал большого размера. И стали листья сохнуть. Вот. Все остальные... Нет, еще какой-то сорт. Я уже не помню там какой-то. Пока что фактически ничего не завязала. Это очень странно. Что-то с ним не так. Все остальные все в порядке. Потом я объявлю о продаже семян. Когда уже у меня будет все готово. И... Та-дам! Показываю вам свой сюрприз. Сюрприз. Для тех, кто давно подписан на мой канал. Я думаю, это будет приятная новость. Потому что я сделала террасу. Да-да. Своими руками. Я сделала террасу. С хорошей террасной доски. Покрасила это все хорошей краской. Поэтому служить будет она долго. Мы уже опробовали. Посидели на шезлонге. На креслах на этой террасе. И просто попой на ней посидели. Супер удобная. Супер удобная. Просто нереально стало удобно. И я закрыла весь этот неприятный грунт. Всю эту грязь возле домика. Вот здесь разуваешься. И чистенькими ножками идешь в домик. Это так удобно. Так приятно. Ну, я думаю, те, кто жил долго без террасы или даже без нормального крыльца у дома, потом сделал что-то нормальное, меня хорошо понимают. Я видео сделаю про то, как я ее делаю. Может быть, кому-то пригодится эта информация. Но вы делитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нравится вам, не нравится. Идея была с террасой давно. Еще в плане сада. Я ее прорисовывала уже несколько лет назад. И вот я ее реализовала. Эпопея вообще была очень длинная с этой террасой. Просто нереально. Я планировала ее сделать в прошлом году. Но мне не привезли доски. Потому что проблема с доставкой досок сюда. Мне писали в комментариях, когда я делала высокие грядки, что какая может быть проблема с досками. Они продаются вот на каждом углу. Ну, во-первых, продаются на каждом углу. Это, конечно, замечательно. Но не на каждом. Это, во-первых. Во-вторых, до этого угла добраться надо. В-третьих, надо доставить. Организовать доставку. В-четвертых, здесь у нас нельзя прям к участку подъехать, подвезти эти доски. Нужно это разгрузить, перетаскать. Вот. Ну и последнее, в-пятых, самое главное. Нужны деньги. Это нужны деньги на все это. На доски, на доставку, на рабочих, например, которые таскать будут и так далее. Ну, либо это нужно своими силами организовывать. Нужно найти силы. Все было сделано. Все было найдено. И благодаря, в том числе, людям, которые покупают мой курс «7 шагов к богатому урожаю», у меня вот появилось это чудо. Просто чудесное. Теперь с двух сторон я буду засаживать вот такого типа растениями. Вот это уже у меня, получается, какие-то растения третий год здесь растут, какие-то второй сезон здесь растут. И вы увидите основную идею ландшафтную, как это будет выглядеть. И вот это все мне нужно продублировать с этой стороны террасы. Пока что, вы видите, ничего, совершенно ничего не сочетается. Почему опять же так? Потому что мне нужен был огород. И в прошлом году вот здесь у меня еще росли овощи. Вот где стоит стол. И там росли овощи. И я не рассаживала тут. Не рассаживалась. Вот это вот рудбеки. Конечно, она прекрасна. Но здесь она расти не будет. Она не того цвета. Это будет посадочный материал уже для той клумбы, которую нужно переделывать. Желто-розовую. Вот. Но это маточник. Я его оставила. От него отсажены все остальные рудбеки. И они прекрасно прижились там, растут. Мангольд с прошлого года. Он здесь остался. Я хочу собрать семена. Но уже что-то вот посажено в этом году сюда. Хиноцея. Люпин белый. Отщиток пурпурный. Астильба. Эхиноцея. Вот эта эхиноцея потрясающая. Она мне так нравится. Она цветет, не переставая с момента покупки. Цветет и цветет. И выбрасывает все новые цветоносы. Очень красивая. А это Вероника. Вот она отцвела. И все. Нужно обрезать семена. Может быть зацветет еще раз. Флокс тоже нужно обрезать. Вот он отцвел уже. Он как раз подходит по цвету. Там эхиноцея из семян. Лебедушка. Это другой вид эхиноцея. Я сейчас не помню латинское название. Она такая нежная очень. Высокие, нежные, длинные цветоносы. Злаки тут, конечно же, тоже вот уже присутствуют. Потому что, да, я забыла сказать, все мои растения на этих клумбах вдоль домика, они будут сочетаться со злаками. Будет много злаков. Локсы, гортензии, и еще ирисы сибирские будут. И вы видите, сюда я высадила черничные кусты. Потому что в ведрах они у меня не росли так, как нужно. Я их, потому что не могла правильно поливать. Нужен был капельный полив. Тогда все было бы хорошо. Сколько я пересмотрела видео, и везде там они прекрасно растут. И везде они в этих контейнерах с капельным поливом. А у меня они вечно пересыхали. Поэтому, когда стала копать ямы, под эту чернику выяснилось, что у меня через 40 сантиметров вот этого черного низиного торфа начинается обычный торф, коричневый. Просто сплошным слоем лежит этот торф. Поэтому яму я ничем не заполняла для черники. Просто посадила ее в этот естественный торф. Здесь розочка, кстати, моя покупка июньская. Отцвела. Я в нее влюблена, в эту розу. Она фантастичная. Честно скажу, фантастичный сорт мне попался. Спасибо огромное хозяйке питомника розетес за совет купить вот именно этот сорт. Я, ну вот лучше нет на земле для меня сорта. Первый раз розу выращиваю и так удачно мне попалась. Ну не знаю, будет ли она цвести второй раз. Не знаю. Но вот она после цветения очень хорошо начала разрастаться. Мне нравится. Так. Ну вот это все будет переделываться. Будет дублироваться с той клумбой. Эти пирамиды я переставлю. Здесь зеленый газончик я вскопаю, раскопаю. Здесь этого не будет. Контейнер пока временно вот поставлю туда возле забора. Изначально я хотела контейнер поставить на террасу около домика. Но знаете, мне так стало жалко моей красивой доски, что я решила этого не делать. Потому что у него внизу, конечно же, там дырки, вода капает. И мне жалко, будет, сгниет. Если будет контейнер стоять, быстро сгниет терраса. Здесь, кстати, мое удивление этого года, это платикодон, который перезимовал и цветет. Вообще я думала еще осенью, что он погиб. Честно говоря, это были такие заморыши, которые я купила. Не купила, которые мне отдали из магазина даже. Потому что они были в плохом состоянии. На выбросы хотели выбросить и мне отдали. Я взяла, посадила в прошлом году. Ну, может, один цветочек открылся. Я видела уже, что вот он так цветет. И потом он как-то быстро исчез. Весной очень долго просыпался. И, на мое удивление, зацвел. И я его даже пересадила. Потому что вот они, эти платикодончики, росли там. И я не думала, что отчиток так мощно разрастется. Это посадка осенняя. Это отчиток, посаженный осенью. Отчиток пурпурный. Он какой-то нереально гигантский оказался. Но здесь долго тень. Очень долго тень в течение дня. И вот, например, вот эта анемона, гибридная анемона, она плохо себя чувствует. Она прямо вот... Видно, что она такая хиленькая. Как-то вот ей нехорошо. В то же время туя глобоза вот удивительным для меня образом растет. Прекрасно. Это гортензия метельчатая. Это у меня ванила фрайс. Да, это ванила фрайс. Два куста. В прошлом году я их покупала. Просто в Максиме. Ой, нет, не в Максиме, что я вам вру. В Сенукая я покупала эту ванилу фрайс. Для тех, кто живет в Латвии. Это понятно, что это обозначает. А это пинки-винки. Ее я везла из Германии. Два года назад. Три года назад. Я была в Германии. В питомнике ее купила. Влюбилась просто в эту пинки-винки. Привезла. Но в прошлом году она меня болела. Потому что я очень долго продержала ее в контейнере, видимо. И она ослабла. Долго болела. В этом году она меня порадовала. Хиноцея пурпурная. Фантастично красиво. В это все вписывается. Ну и пасконик тоже. И злаки уже вы видите. И вероника с трум свечечками. Немножко заваливается. Ну, потому что, во-первых, вокруг ничего у него не растет. Во-вторых, он не подвязный. Конечно же, будут проблемы. Да. Вот из свеженькой посадки. Это вот эта эхиноцея. Интересная. Интересная она. Зелено-розовая. Когда молодые лепестки более розовая, с возрастом пурпурная становится. Необычная. Тоже поцветает, зацветает новый бутончик. Но не так хорошо, как та вот другая. Ну, здесь тоже еще есть место, во-первых, еще что-то будет здесь подсаживаться. Это еще незаконченная часть. Вот та еще эхиноцея тоже очень красивая. Тоже цветет постоянно. И хорошо по цвету подошла сюда она. Вот. Это, во-первых, будет подсаживаться. Будет хорошо, красиво еще. Во-вторых, будет расширяться. Это не... Ну, я на этом, конечно, не останавливаюсь на этой части. Только и все. Вот здесь. Вот здесь вот. Где сейчас засилье мяты. Такой кусок природного сада. Там вот этот злак. Типа асота. Но это не асот. Ну, типа он очень похож. Сейчас такие красивые. Выпустил колоски. Как будто так и надо. Как будто так и задумано. И все-все-все заросло разными сортами мяты. Нужно срезать, начально сушить, кстати говоря, эту мяту. Но потом, в будущем, я это все раскопаю. Я грозилась это сделать летом. Но вот вообще нет времени абсолютно. И была дождливая погода. И было тяжело бы здесь копать. Очень сырая, тяжелая почва. Поэтому пока что я это не сделала. Вот. И все. Обзор на этом, можно сказать, завершаю. Будут изменения. Вот доделаю все это. Засажу вокруг, да. Здесь все будет красиво засажено. Вот прямо вижу даже с этого ракурса эту картинку. Будет сочетаться этот край с тем краем. И вот перед домиком, вот так вот все полукругом, тоже будет засаженный гортензиями. Лаймлайт я еще не приобрела, моя мечта. И будет еще много флоксов, излаков и так далее. А с другой стороны, вот там будет желто-желтая гамма в этот осенний период. Желто-розовая. А в летний будут другие цвета. Потом увидим, какие. А вот здесь вот эти большие два куста смородины, вот эти я полностью выкорчевываю. Уберу их и туда, ну, скорее всего, в связи с тем, что ягодники и овощные культуры переезжают в Калиновку, тоже продолжу просто цветами засаживать декоративными растениями свой сад. Как я и мечтала, с самого-самого начала, шесть лет назад, когда я получила этот участок, я мечтала здесь только выращивать неприхотливые многолетники, приходить в сад и только отдыхать. Пока что моя мечта не сбылась. Но, видимо, я уже близка к этому, у меня даже терраса есть. Кстати, покажу еще с другого ракурса, с ракурса отдыха, с видовой точки. От домика, как для меня выглядит сад. Вот так он выглядит. Здесь вот, конечно, вид портит немножко эта клумба, но в целом, вот я себе даже еще присяду. Да, и там доски теперь, еще доски мешают. Это еще дополнительные материалы, нужно будет как-то их убрать, что-то из них сделать. Я уже заказала побольше, раз привезут, доставят, то уже думаю, еще пусть побольше привозят. Но пока что только вид портят. Ну, вот так вот я сижу теперь в домике и наблюдаю такую чудную картинку. Представьте, в будущем вот это будет все закрыто более высокими многолетниками. Также типа астры и гортензии, и злаками высокими. И здесь, там тоже я посажу, вот Крыжовник почти погиб в этом году. Будут высокие тоже многолетники расти, или какие-то декоративные кустарники неприхотливые. Я буду сидеть в таком амфитеатре из красоты и любоваться всем этим. В уютном, тихом уголке будет как бы две комнаты с проходом здесь. Кстати, решила показать свой домик внутри. Когда у меня вышло видео про интерьер моего садового домика, я там говорила, что даже шезлонг у меня спокойно стоит в этом домике. Люди удивлялись, не верили, что у меня такой маленький домик. Вот, демонстрирую, что не только шезлонг тут стоит. Вот сейчас разобранные два кресла садовых стоят, стол, табуретки, скамейка. Все здесь стоит и нормально помещается. Вот эти зеленые стулья, они складываются, и места становится еще больше. Шезлонг складывается, так тут можно гопак плясать. Вот, пока что, ну, ничего такого новенького здесь нет. Если вам интересно, как я здесь все устраивала, то вы можете посмотреть видео об этом. Вот я, кстати, повесила и серебряную кнопку свою сюда. Но на зиму я ее заберу домой, потому что здесь очень сильная влажность, и она испортится. Вот. Кстати, мне посоветовали прикрутить крючки для кружек снизу. И вот совсем недавно я так и сделала. И разгрузила полочку, чтобы было получше видно красоту. Вот. Тут очень красиво сделаны эти растения. Вот я добавила, тоже купила недавно в секонд-хенде, вот этот подсвечник, вазочку. И маленькую сувенирную кофемолку. Сверху тоже крючочки, но на них я стараюсь ничего не вешать, чтобы красоту не загораживать. Кружки. Теперь нужны кружки под цвет. Вот у меня только две кружки, они по цвету сочетаются. С этой полочкой. Ну и вы видите уже, да, что у меня в каждом углу напиханы семена. Будущие семена. Подготовлены вот эти вот пучочки под семена. Люпин, кейл, Russian кейл и так далее. Семена уже давно просохли, нужно выколачивать. Тоже пока что на это нет времени. Но скоро-скоро оно у меня будет обязательно. И нужно собирать, сушить мяту. И вот так же развешивать для чая, готовить ее. Ну все, я заканчиваю на этом свое видео. Рассказала вам все секреты, показала все свои недостатки и достоинства. Обязательно пишите мне что-нибудь в комментариях. И не забывайте, никогда не забывайте ставить пальчик вверх. Подписаться на канал Алюнин Сад, если вы этого еще не сделали. И я, конечно же, вам желаю большой-большой красоты в вашем саду.